Добрый день, меня зовут Сергей, я вам сейчас представляю изготовленный топ-100 тент для буровой установки который изготовлен из ПВХ ткани, причем ПВХ ткань газодержащая это как его называется, системой строп система строп пропущена через карманы, система строп дополнительная сделана, как его называется, приклеена и пришита тент изготовлен следующим макаром то есть данный тент сделан по целой куче технологий то есть во-первых, это все швы, которые вы видите на тенте все усиления, они приклеены на ПВХ клей то есть полиуретановый ПВХ клей, которым изготавливаются лодки, сабы и все остальные узлы то есть это узел склеенный после того, как все было склеено, вклеены также были стропы и все остальные элементы после того, как было всклеено, все было прошито зигзагом весь тент прошит вообще полностью зигзагом единственные узлы, которые прошиты в прямосрочной машине это, соответственно, карманы строп 50-сантиметровые они прошиты на специальной стропной машине, кордой, для большей надежности стропы пропущенные, соответственно, приклеены и усилены после этого точно так же все были карманы и все остальные элементы полностью прошиты то есть получили очень надежное соединение надежность которого превосходит прочность данной ткани что могу сказать про данную ткань? в данном случае использовалась ткань поставка компании Вилл Матекс это 300-граммовая газодержащая ПВХ ткань сморозостойкостью до минус 50 градусов из таких важных критериев, которые нужно иметь в виду по поводу этой ткани то есть вот сейчас я нахожусь в принципе, хожу по тенте на улице порядка 15-17 градусов вот я ткань собираю, она не ломается обычные лодочные ПВХ ткани давно бы начали ломаться образовывать складки здесь, как видите, складок нет они все прекрасным образом распрямляются это происходит потому, что такая ткань для того, чтобы при подъеме буровой установки вышки буровой установки производились регулировки изготовлены и производилось натяжение тента на самом деле, следующий ролик будет посвящен непосредственно предназначен для буровиков которые будут устанавливать данный тент на этот, как его называется данный ролик будет посвящен тому, как сделать так чтобы данный тент прослужил очень долго потенциал у него очень высокий то есть он на самом деле может служить если не допускать и соблюдать технические условия я думаю, что порядка 50 лет он должен служить однозначно что в принципе для буровых установок я считаю, что это высший прием вот, дальше но на самом деле, как бы это первый экземпляр из такой ткани все, говорю, все узлы, которые сшиты сшиты очень прочно то есть распустить нитки нереально потому что прошивка велась непосредственно то есть вот видите, здесь везде полностью все прошито зигзагом зигзагом, причем прошито в два стежка и зигзаг трехукольный то есть это на каждый укол соответственно, на каждый стежок зигзага получается три укола иглы то есть это очень прочное соединение по этому соединению шьются паруса и шьются любые воздуходержащие как его называют, сооружения типа надувных горок и всего остального здесь на самом деле мы имеем практически большую надувную горку вот стороны подписаны для того, чтобы буровики могли разобраться как ставить тент как еще раз говорю данный тент изготовлен по трем технологиям то есть это, во-первых, это парусная технология потому что верстка тента сделана непосредственно полосами, полотнами вшитыми, соединенными между собой внахлест точно так же, как шьются паруса только в дополнение к парусам все швы проклеены проклеены швом, причем не как на лодках проклеены 5-сантиметровым швом это где-то вот столько вот это вот проклеено и плюс еще дополнительно прошито по практически только что по вставшему клею поэтому, если в данный тент дунуть воздух это получится вполне великолепная горка или батут для того, чтобы... воздушный шар для того, чтобы можно было этот, как его называется, что-то делать прыгать и устраивать аттракционы но это, если уж совсем станет скучно вот, а так, по идее, тент полностью настраивается и при опускании, соответственно, головы то есть этот, как его называется при опускании башни самой, то есть можно подтягивать тент и сохранять за счет стропной системы и сохранять полную его регулировку как видите, стропа пропущена через карманы и расположена на расстоянии одного метра друг относительно дружки и поэтому настройку тента можно вести очень четко то есть здесь не будет никаких проблем плюс ко всему, когда вышка находится в нижнем положении можно, ну, опускается можно пришивать прикручивать ее непосредственно к башне не к башне, но к вагончику притягивать еще дополнительно делать еще, осуществлять дополнительную натяжку через вот эти вот пришитые стропы стропы пришиты 5 сантиметров стропа и 25 сантиметров пропуска я считаю, что данная система должна сработать действительно лучше чем система, которая была с люверсами однозначно чем хорош данный тент? как еще раз говорю во-первых, у него очень высокая морозоустойчивость это скажется на его долговечности первый момент второй момент высокая ремонтоспособность следом будет ролик по ремонту подобных изделий на месте то есть сделан ролик будет снят для того чтобы буровики, если у них все-таки случился какой-то разрыв могли его локализовать, отремонтировать сами если нужно заменить или поправить какие-то элементы их точно так же можно вклеить без малейших проблем держаться будет ну, похуже, чем пришита но будет держаться прочно то есть, как еще раз говорю по данной технологии изготавливаются с данными клеями изготавливаются все ПВХ лодки вот, причем здесь использован французский клей обычно у нас делается все на базе урского клея клей, соответственно, сделан с отвердителем то есть, соответственно, при нагреве и при всех остальных условиях он не будет ползти, что происходит обычно на ПВХ лодках когда производитель очень сильно все экономит дальше, что еще можно сказать про данный тент в данном тенте применена следующая еще дополнительная технология то есть, во-первых, внутрь тента вот сюда вот вот в этот вот большой карман вшита круговая стропа по всему периметру стропа затягивается на храповик вот, который находится в специальном кармане вот карман, вот храповик то есть, это сделано для того, чтобы избежать полоскания тента при задувании воздуха непосредственно под сам тент внутрь когда, ну, здесь вот неудобно когда это будет на весу, это будет все гораздо проще вот то есть, сделано все оптимально для того, чтобы в этот работники, которые будут работать с данным тентом имели, испытывали менее всего геморроев при его настройках и при его эксплуатации так что вот общая площадь данного тента составляет порядка где-то сто семидесяти квадратных метров чистая площадь тента соответственно, что еще дополнительно ну, вес, соответственно, конструкции исходя из того, что здесь ушло ну, ткани ушло гораздо больше ткани ушло, наверное, квадратов сто восемьдесят может сто девяносто я еще точно не посчитал но достаточно много вот, с учетом всех вот этих вот подрезов выкроек и всего остального элементов дополнительных приклеиваем и пришитых усилений и всех остальных дел то есть, ну, где-то вес его составит соответственно, где-то порядка где-то шестьдесят семьдесят килограмм размер длина ширина так что этот, как его надеть его, поднять и затащить его на буровую установку два-три человека, я думаю, что смогут вполне спокойно так что, вот, тент высота, длина тента максимальная 12 метров максимальная ширина его восемь и три метра тент на буровую установку если будут вопросы, вопросы всегда можете задавать мне на почту с почты 1серж23собакамоил.ру обязательно всем отвечу а так, спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...